Строительство очистных станций в селе Конгощик финансируется в рамках проекта «Европейское село». Это завершающий этап проекта, в рамках которого в селе ранее привели водопровод и канализацию. Над ним примария села начала работать еще с 2012 года. Деньги на эти работы выделялись из экологического фунда Республики Молдова, включая вклад примарии в 15%. На сегодняшнем этапе идет уже монтаж оборудования. В ближайшее время остается только электрическую часть подтянуть. Данный блок очистных сооружений заработает и все село может уже подключаться. Сегодня в селе идет работа над строительством двух очистных станций объемом 150 кубических метров и 40 кубических метров. Оба объекта будут полностью завершены в начале 2023 года. Общая сумма проекта – это строительство водопроводных канализационных сетей очистных сооружений 27 миллионов. Общая сумма контрибуций составила, надо посчитать, около 3,5 миллионов – это была контрибуция. Это все, что до сих пор делалось. Мы четко исполняли, всегда вносили вовремя контрибуцию, поэтому экологический фонд с нами работал почти 5 лет. И мы за эти 5 лет построили и водопроводные канализационные сети. Примар села Дмитрий Кизли отмечает, что к водопроводным сетям и канализации подключены более 500 домовладений, не включая государственные учреждения и юридические лица. Все жители очень ждут, потому что сегодня, даже если финансовую сторону рассматривает каждая семья, чтобы выкачать из септика 3 тонны воды, люди за это платят 200 лей. Естественно, за 3 тонны воды цена будет на сегодняшний день, я думаю, в пределах до 15 лей – это 45 лей. Берем 3 тонн. 45 и 200 лей – это значительная разница. Плюс хлопоты, проблемы найти транспорт, выкачать, заплатить, в то время как весь цивилизованный мир стремится к решению экологических проблем, нет потеков и колодцы, рядом находящиеся с септиками. Это канализационные сети решают заодно и экологическую проблему, и бытовую проблему, и условия жизни, конечно, меняются. Национальная программа «Европейское село» была запущена в 2022 году. Она работает на основе конкурсов, в котором участвуют примарии населенных пунктов. Они предлагают свои инфраструктурные проекты в области энергоэффективности, освещения, водоснабжения или канализации. Также мэрии могут попросить средства на ремонт дорог, школ, детсадов и домов культуры. Мария Статова, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, Новости ГРТ.